МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вечер среды. Продолжат новости 24 часа. В студии Екатерина Забинько и в начале о главных темах выпуска. В Беларуси сегодня завершается формирование участковых избирательных комиссий. Кто войдет в их состав и каков дальнейший план действий. Не минуты на отдых. В белорусских лесах пострадавших от стихии кипит работа. На вынужденных лесосеках побывал Александр Добриян. Крупнейший банк пока передумал брать рубль за обращение в кассу с наличными и нюансы возврата НДС с заграничной покупки. Через несколько минут экономический обзор Алексея Мартиненко. Выживший основана на реальных событиях. 70-летний грибник заблудился в лесу и не мог выбраться почти неделю. Как удалось удивить всех и найтись живым? С любителем даров природы встретилась Ольга Петрашевская. Почувствовать себя настоящим олимпийцем. Экипировка сборной в свободные продажи. Форму спортсменов примерила и Татьяна Ревизория. Итак, в Беларуси завершается очередной этап избирательной кампании. Сегодня стали известны все претенденты в состав участковых комиссий. Именно они займутся составлением списков избирателей, будут готовить помещения для голосования, на финише считать голоса и определять результаты. Ну а пока в течение трех дней в участковых избирательных комиссиях должны определиться с руководством и утвердить ближайшие планы. Так кто же войдет в состав участковых избиркомов и каков дальнейший план действий, поинтересовалась Юлия Бешанова. О работе на избирательном участке Татьяна Копенкина знает не понаслышке. За ее плечами несколько политических гонок. Сознанием дела член избиркома со стажем объясняет. Работа и в этот раз предстоит немалая. Подготовить участки, уточнить списки, изготовить приглашения на выборы. А в сам день ИКС на них лежит самоответственная работа. Нужно не только выдавать бюллетени, но и подсчитывать голоса на участках для голосования. Тремя гражданами поданы документы на регистрацию кандидатами в депутаты. Сейчас необходимо проверить все поданные документы, подать запросы во все органы. Это и МВД, и ГАИ, и департамент по ценным бумагам. Мы работаем в комиссии очень дружно, все помогаем друг другу, и поэтому справляемся с этой работой своевременно. Сегодня в исполкомах и местных администрациях должны окончательно определиться с составом комиссии. Каждого кандидата рассматривали словно под увеличительным стеклом. Собеседование на знании избирательного кодекса – кристально чистая характеристика. Конкуренция на ответственную, но безвозмездную работу, нешуточной. Например, в Первомайском районе столицы на 960 вакантных мест, 1160 кандидатов. Это очень ответственная работа, к ней надо подходить очень внимательно. Самое сложное, наверное, это отрывать себя от семьи, от производства, тратить свое личное время. Но женщины понимают, что будущее нашей страны зависит и от нашей жизненной позиции. Всего по стране будет сформировано более 6 тысяч участковых избирательных комиссий. В составе каждой от 5 до 19 человек. В Минске в состав комиссии выдвинуто более 10 тысяч активистов. Следующий этап – организационный. За три дня в каждой комиссии изберут председателя, заместители определятся с графиками работы. В состав участковых комиссий выдвигаются люди, которые уже неоднократно принимали участие в работе комиссий. И в основном предпочтение администрациям района и отдается таким гражданам, которые уже знакомы с избирательным кодексом, знакомы с нюансами избирательными и имеют опыт работы. В состав комиссий будут включены и граждане, которые ранее не принимали участие в участковых комиссиях, но они могли быть наблюдателями, могли оказывать содействие работе участковых комиссий. Тем временем из кабинетов избирательная кампания уже выплеснулась на улицы. Привычный городской пейзаж дополнили пикеты. Чтобы зарегистрировать своего кандидата в депутаты, у инициативных групп осталось всего пять дней. Народ достаточно активен, интересуется происходящее. Мы всех приглашаем 11 сентября исполнить свой гражданский долг и прийти на выборы. Каждый день с пикета порядка 16 подписей мы получаем. Это точно не меньше. Специалисты прогнозируют, предвыборная гонка пройдет на больших оборотах, а за депутатские кресла развернется серьезная борьба. Конкурс на 110 мест в Нижней Палате Парламента по сравнению с прошлыми выборами уже впечатляет. Зарегистрировано более 420 инициативных групп и в ближайшие дни конкуренция только возрастет. Подано 24 пакета документов по 19 потенциальным кандидатам депутатов. Во многих округах выдвинуто более двух претендентов в депутат. Так, допустим, в Молодещинском городском избирательном округе уже таких претендентов 4. Это, соответственно, говорит об альтернативе выборов. Документы принимают до 1 августа. Потому темп активисты не сбавляют. И Бойко предлагают поставить подписи в поддержку возможных кандидатов. Поддержите нашего кандидата, если вы проживаете в пределах 85 избирательной округи и у вас есть с собой паста в граждане Республики Беларусь. Давайте поддержим. Потенциальные избиратели с интересом изучают биографии и признаются голосовать для галочки. Ненамеренным будущим депутатам требования предъявляют вполне конкретные. Должны решать вопросы, такие как благоустройство территорий, прилежащих к жилым массивам, там, где живут люди, дети. Благоустройство площадок, чтобы это было красиво, удобно, безопасно, прежде всего, ребенку. Вот мне бы вот этого хотелось. Должен решить, прежде всего, региональные проблемы, чтобы Могилевская область вышла на уровень, по крайней мере, ведущих областей. Самое пристальное внимание к выборам и со стороны наблюдателей. Приглашения направлены парламентскому собранию Союза Беларуси и России, Межпарламентской ассамблее СНГ, Парламентским ассамблеем ОДКБ, ОБСЕ и Советы Европы. Выборы в палату представителей Национального собрания Беларуси назначены на 11 сентября. Юлия Бешанова, Юрий Прокопенко, Алексей Юнош, Василий Лосенков, телекомпания СТВ. Беларусь быстро и слаженно справилась с последствиями июльских ураганов. Об этом заявили сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Оно стало итогово. Напомню, грозовые фронты прошли по республике две недели назад. От непогоды пострадали 36 человек. Удары стихии не выдерживали целые деревни. Обесточенными оказались сотни населенных пунктов. Впоследствии ликвидировали спасатели, органы власти и сами люди. Был задействован госрезерв. Сегодня мы расцениваем все эти ситуации как экзамен. Делаем выводы и принимаем меры. Сегодня поставлена задача во всех областных полкомах, в Минэнерго, иметь соответствующие электрогенераторы, которые могли бы обеспечить беспредельную подачу электричества до восстановления электричества. Потому что в одночасье все не заменишь. Полностью взяты на учет все вот эти агрегаты, чтобы в случае таких ситуаций все работало бесперебойно. Больше всех от стихии пострадали Минские и Витебские регионы. По предварительной информации, непогода нанесла ущерб в 13 миллионов рублей. Сейчас ведутся страховые выплаты. Частично без кровли в стране все еще остается около полусотни домов. Большинство на Шарковщине и в Смолевическом районе. В жилищах временно созданы все условия для пребывания. Деньги на ремонт выделяет государство. Площадь поваленного леса при ураганах превысила 13 тысяч гектаров. Работы по устранению последствий непогоды хватит до конца года. О том, как в Мозорском районе люди спасают древесину стоимостью в миллионы рублей. Материал Александра Добрьяна. Опытный лесничий Юрий Бавтрукевич не хотел верить своим глазам. Урагану хватило считанных минут, чтобы уничтожить сотни гектаров леса, которые люди растили долгие 70 лет. Такая картина была, что просто-напросто смотреть было страшно. Не думали, что такие масштабы будут. Уже последствия, это уже когда облетели с вертолета, когда уже представили фотографии, вид сверху. Вот тогда уже было, конечно же, заметно все. 500 гектаров спелого леса. Романовское лесничество самое пострадавшее от непогоды в Мозорском районе. На земле оказалось 150 тысяч кубических метров деловой древесины. Богатство стоимостью в 45 миллиардов рублей. Вот только чтобы взять эти сокровища, нужно поторопиться. Сейчас природа играет против человека. Высокие температуры на градуснике 31 градус по Цельсию и высокая влажность. Это отличная среда для развития бактерий и грибков. А они способны в кратчайшие сроки из этого высоколиквидного товара сделать обычные дешевые дрова. На все про все у людей осталось 2-3 месяца. В романовском лесничестве работа не останавливается ни на минуту. Вальщики леса работают весь световой день, а машины не прекращают вывоз древесины даже с наступлением ночи. Для сравнения скажу, что годовой объем работ нашего предприятия, всего лесхоза, заготавливаем мы порядка 200 тысяч кубометров. Сейчас нам предстоит в сжатые сроки в течение трех месяцев разработать 150 тысяч кубометров древесины. К слову, на лесосеке случайных людей быть не может. Вальщик леса – одна из самых опасных профессий. А для работы на буреломах и вовсе отбирают самых опытных. К примеру, Александр Елош в лесу 16-й год. Сложнее здесь, по-любому сложнее. И даже намного. Это вот сейчас уже, считай, мы все это зачистили. И поначалу мы, когда сюда приехали, здесь было ужас, что... Мазырянам помогают коллеги из четырех районов Гомельщины. Бригады еще из 15 лесхозов региона командированы в Червенский район. По уточненным данным, в наиболее пострадавшей стихии Минской области предстоит расчистить не менее 8,5 тысяч гектаров бурелома. Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область. А в Гомеле сегодня эвакуировали целый девятиэтажный дом. Десятки людей провели несколько часов на улице из-за звонка своего соседа в службу спасения. 30-летний гомельчанин сумел убедить спасателей в том, что дом, а точнее его торцевая стена, критически наклонилась. По вызову на место прибыли все аварийные службы. Однако, как оказалось позже, достаточно было бы одной бригады санитаров. Мужчину госпитализировали с подозрением на психическое расстройство. После обследования специалисты сообщили, что дому ничто не угрожает. И разрешили жильцам вернуться в квартиры. От официальных комментариев чиновники пока воздерживаются. За возврат такс-фри белорусы начали платить комиссию. Для того, чтобы обналичить чек свыше 50 евро, теперь берут 3 евро. Подробности узнаем у нашего экономического обозревателя Алексея Мартиненко. Алексей, здравствуйте. На все ли чеки распространяется нововведение? Добрый вечер, Екатерина. Новшество касается всех. Более того, 3 евро придется платить и по оформленным ранее чекам, расчет по которым произведут после сегодняшнего дня. Напомню, услугу возврата налога на добавленную стоимость с заграничной покупки в Беларуси предоставляют 3 компании. Теперь все они берут комиссию. В то же время за первые полгода белорусам выплатили по чекам такс-фри примерно полтора миллиона евро. Многомиллионный экспорт. Белорусская калийная компания объявила о поставке крупнейшей партии калия. Масштабную сделку с Китайской Народной Республикой заключили две недели назад. А новые финансовые подробности раскрыли порядок цифр. В Поднебесную до конца года поставят 1 миллион 300 тысяч тонн калия. Таким образом, с учетом контрактной цены, сумма сделки оценивается в 285 миллионов долларов. Введение комиссии за прием платежей наличными переносится с 1 августа на 1 октября. Крупнейший банк страны решил дать клиентам дополнительное время для того, чтобы освоить дистанционное обслуживание. Напомню, банк планировал ввести комиссию в 1 рубль за разовое обращение в кассу и расчет наличными. Исключение покупка валюты, платежи в бюджет, благотворительные взносы и обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны. В целом же число банковских платежных карточек в Беларуси постоянно растет. За первые три месяца этого года их стало на полтора процента больше. И теперь в обороте страны 12,5 миллиона карт. С начала года с их помощью было выполнено больше полумиллиарда операций на сумму 190 триллионов нединаминированных рублей. В целом 4 из 5 операций с платежной картой связаны с безналичным расчетом за товары и услуги. На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. По их итогам курс доллара снизился всего на один пункт. Евро тоже подешевел совсем немного на два пункта. Российский рубль сдал позиции более серьезно. Теперь мы в курсе. Это были новости экономики. Спасибо. Это был наш экономический обозреватель Алексей Мартиненок. Премьер-министр Беларуси считает необходимым создавать современные центры продаж внутри страны. Такое мнение Андрей Кобяков высказал во время посещения одного из самых крупных инвестиционных проектов в области машиностроения. В Борисовском районе идет строительство нового автозавода. Предприятия по выпуску белорусско-китайских автомобилей должны быть открыты уже к концу года. Глава правительства не только оценил инфраструктуру и технологический потенциал, но и лично протестировал одну из моделей. На предприятии в год планируют выпускать 60 тысяч авто. Мне пришлось покритиковать сегодняшнее руководство. И прежде всего, даже это как не покажется парадоксальным по поводу рынка внутри республики, поскольку получилось так, что воспользовались старой базой для создания центров по продажам и сервису. А мы уже в 21 веке живем. И если вы проедете вокруг Минска по кольцевой дороге, вы видите центры автомобильные известных мировых брендов, в которые просто, даже если не хочешь купить, просто приятно зайти и просто полюбопытствовать, посмотреть. Мы должны торговать этим товаром не хуже, чем любой западный или восточный бренд. Инвестиции плюс модернизация и результат превзошедшие ожидания. Анализ работы одного из крупнейших в стране производителей медицинских препаратов показал, что за несколько лет можно в полтора раза повысить выпуск продукции, освоить новые рынки сбыта и расширить ассортимент. При этом спрос не всегда заложник предложения. И к событиям за рубежом остается неопределенная ситуация в Ереване. По-прежнему неясно, врачи удерживаются террористами насильно или нет. Радикалы захватили полицейский участок и уверяют, что просто нуждаются в постоянной медицинской помощи. И сразу по окончании процедур врачебные бригады будут освобождены. Напомним, что 17 июля вооруженная группировка взяла в заложники 7 полицейских, которых спустя почти неделю отпустили. Сегодня нападавшие заявили, что им требуется помощь медиков. А когда те прибыли на место, взяли их в заложники. Преступники продолжают удерживать здание. Они требуют освободить их лидера, который был арестован ранее. А президента страны отправить в отставку. Полиция продолжает переговоры с экстремистами. Не менее 40 человек погибли в результате взрыва на северо-востоке Сирии возле границы с Турцией. Количество раненых превысило сотню. Известно, что заряд уничтожил также несколько построек. Сообщается, что взрывчатка была заложена в грузовик, припаркованный возле воинской части. Исламское государство сразу после инцидента объявило, что берет ответственность за этот теракт на себя. Отмечу, что организация уже неоднократно атаковала города этого региона, населенные преимущественно курдами. Сами же курдские армии ведут активное наступление на позиции Исламского государства. Папа Римский около часа тому назад прибыл в Краков, где примет участие во Всемирном дне молодежи. Понтифик проведет в Польше пять дней. Это будет первый его пастырский визит в страну. На Всемирный день молодежи в Кракове собралось около миллиона человек. Вплоть до 1 августа полиция, военные и спецслужбы Польши будут работать в чрезвычайном режиме. Вчерашнее нападение на церковь Нормандии заставило также поляков опасаться терактов. С начала месяца полицейские пограничники с пристрастием проверили 300 тысяч человек. Совершено более 200 арестов. Выживший основана на реальных событиях. В Гродницкой области 70-летний грибник заблудился в лесу. Его искали почти неделю. Односельчане, милиция, военные уже потеряли все надежды отыскать пенсионера. Но случилось невероятное. Ольга Петрашевская знает все подробности. Грибы пошли и он пошел. Увидев у соседки полное лукошко, 70-летний Петр Иванович не удержался и тоже отправился на тихую охоту. Но не прошло и нескольких часов, как пенсионер забыл о сельском соревновании. Лес превратился для него и в западню, и в тупик, и в лабиринт, из которого, казалось, уже нет выхода. Всю работу кинули и пошли шукать человека. Веска живя на этих людях. Переживали сельчане так, что искать дедушку бросились даже старшие товарищи пропавшего. Ведь помимо возраста против Петра Ивановича было и то, что он инвалид, практически ничего не слышащий. Не думали уже. Уже все. Не думали, что он будет живеть. Его искали десятки человек и даже местное телевидение. Наши коллеги поднимали мини-беспилотник с камерой на борту. И там же, в лесу, вместе с милицией, сразу отсматривали видео и фото, чтобы сузить территорию поисков. Когда есть выбор, это или жизнь человека, или какие-то доходы, то, конечно, мы всегда будем выбирать жизнь человека. Поэтому все работы свои сдвинули мы и оперативно выехали на место. На шестой день, когда даже оптимисты замолчали из леса, послышался то ли звериный вой, то ли стон, обреченный и жуткий. И люди прямо через болото пошли на странные звуки. На берегу реки увидели голову человека с расстояния 50 метров. Подошли ближе, увидели, что это наш дедушка. Когда уже подошли, начали говорить Петя, Петя, то начал плакать. Настроение было боевое. И первый вопрос его интересовал, где его лошадь. А вот и сам Петр Иванович, очень похудевший, но выживший, назло скептиком и удививший врачей своим относительно неплохим состоянием после почти недельного голодания. Он плохо говорит из-за болезни, но прекрасно помнит, как воспрял духом, увидев над лесом съемочный вертолет. Над деревьями что-то летало, и я подумал, наверное, меня ищут. Значит, надо держаться до последнего. Расцарапанный, искусанный, он ел желуди и ягоды, а воду ржавой консервной банкой набирал из канавы. Пенсионеру очень неловко, что на его поиски поднялись столько человек. Но, пожалуй, самой большой радостью для него стало даже не возвращение домой, а то, что его не бросили. Возможно, поэтому, вспоминая свое шестидневное выживание, он и плачет, и вместе с тем улыбается. Ольга Петрашевская, Дмитрий Травин, телекомпания СТВ. Почувствовать себя олимпийцем экипировка белорусской сборной появилась в свободной продаже в магазинах страны. Это было одно из поручений президента нашей страны во время презентации формы. Эти костюмы подходят не только для тренировок. Станет ли эта одежда узнаваемым брендом в спортивном сообществе? И у кого есть белорусов? Она уже есть в гардеробе. Узнавала Татьяна Ревизори. Медальный пьедестал в Рио белорусский тайквондист не намерен отдавать никому. Вот разделить олимпийский стиль атлет вовсе не против. Очень хорошо, что любые люди могут купить ее в магазинах, потому что форма действительно красивая. И любому человеку, мне кажется, она понравится. Пускай приобщается к олимпийским видам спорта. Чуть позже наш герой добавит отыскать в интернациональной гуще болельщиков своих один из самых мощных стимулов. Станбилизируешься, понимаешь, что за тебя болеют, поддерживают. Это придает еще больше сил. Ну и плюс белорусский дух. Что ж, а теперь пора за тренировки. Все-таки форма спортивная превыше всего. А вот мы пока вполне можем примерить ту самую олимпийскую. Почувствовать себя немного олимпийцем теперь может любой белорус. Экипировка сборной свободной продажи. Конечно, подняться на Олимп без упорных тренировок не получится даже в таком виде. Но согласитесь, так болеть за наших вдвойне приятнее. Над костюмами колдовали молодые белорусские дизайнеры. Иван Айплатов и Юлия Латушкина. В концепции коллекции наша символика. От национального орнамента до стилизованного василька. Синеки след даже в тканях. Они отечественные и исключительно натуральные. У нас продукция замечательная, очень хорошего качества. Поэтому я считаю это хорошо вообще. И что каждый человек может приобщиться к этой теме. Кстати, приобрести форму атлетов можно будет и через интернет. К примеру, парадный костюм изготовят по индивидуальному заказу. Также планируется организовать шоу-румы. Мы настроены на то, чтобы в период массового боления в ней ходили и ее носили. А потом точно так же приобщались к здоровому образу жизни, спорту. Тем временем у парадных костюмов синего цвета замечаем заинтересованные взгляды. Еще бы! Элемент коллекции сборной на самом видном месте. Мягкий, удобный. Можно ходить и не только на какие-то официальные встречи. Ну и на свидание. Я из Санкт-Петербурга. Приехал вот к вам в гости. Тоже есть магазины, в которых продаются формы. Помогает и дух закаляет. Я думаю, что это своего рода поддержка моральная. Кстати, возможность приобрести комплект точь-в-точь, как у атлетов, у обычных белорусов появилась впервые. И хотя до главных стартов планеты еще более недели, к Олимпийскому Рио мы стали на шаг ближе. Татьяна Ревизори, Илона Волынец и Владимир Слиш, телекомпания СТВ. И сегодня на Олимпийские игры в Рио проводили белорусскую команду по академической гребле. В этом виде спорта будет разыграно 14 комплектов медалей. Их первообладатели станут известны уже 10 августа. Включиться в борьбу и легенда белорусского спорта. Для Екатерины Карстен, двукратной олимпийской чемпионки, это уже седьмые игры. Она вот уже 24 года входит в число сильнейших спортсменов в академической гребле. Это все новости к этому часу. Впереди короткий блок рекламы и спортивный дайджест. Информационный блок продолжают столичные подробности. А я напоминаю, что все видео доступно на YouTube-канале СТВ. Итоги дня подведем в 22.30. И я прощаюсь с вами до этого времени. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!